Нахожусь на поляне, возможно, многие из вас заметили, что я полторы недели не выходила в сторисы, кто-то думал, что я рожаю, кто-то думал, что что же там со мной происходит, снимала мало, потому что просто тупо было стрёмно. И стрёмно было рассказывать, стрёмно было вообще чем-либо делиться, тем более получая сообщение о том, что Ирочка, как же у вас классная пара, как же у вас все замечательно, как же у вас все хорошо, Дима, надеюсь, тебя ценит, любит, должен тобой гордиться и так далее. Наверное, это было вот самое такое, самое тяжёлое читать, и поэтому я старалась минимально заходить в социальные сети, просто это было нужно иногда, но я особо ничем не делилась. В общем, сейчас, наверное, весь мир всё узнает, и я не знаю, что мне ожидать, честно, я не ожидала, что я окажусь в такой ситуации за три дня до родов. Просто я уже 20 минут пытаюсь сконцентрироваться на том, чтобы как-то попробовать донести, потому что это сейчас всё будет распространяться, и суть в том, что полторы недели я уже об этом молчала, потому что не знала просто, как об этом сказать. Мне было просто тупо стрёмно, и никто об этом не знал. Я не рассказывала ни подругам, ни никому вообще, потому что полторы недели назад мы с Димой разошлись, и полторы недели я занимаюсь тем, что переезжала в родительский дом, перетаскивала все вещи, делала тут ремонт, чтобы встретить ребёнка в этой квартире уже. Причина расставания была в том, что со мной были из-за того, что я забеременела. Так вот, полторы недели назад, когда была тут раскопка, он меня спросил, что нас вообще с тобой связывает, кроме ребёнка. Единственный общий интерес, который меня связывает с тобой, это проект. Сейчас мы находимся вместе с декретом, и чем мы занимались с тобой. У нас не появилось общих интересов. То, что я ему показала вокруг, что стоят детские вещи, стоит кроватка, куплено всё для ребёнка, и в этом не он принимал участие, в этом принимала участие и я. У его интереса были какие-то другие. И он, видимо, ожидал, что на 40-й неделе беременности я буду, возможно, кататься на сноуборде, не знаю, искать в жопе приключения какие-то. Я не знаю, про какие интересы он говорил. Сказал, что что я сделала для того, чтобы он был счастлив. Сказал, что он меня не любит. Честно, вот я это рассказываю, и мне очень стрёмно об этом говорить. Я... ну это как унижение какое-то, что ли. Потому что я так всем твердила, что у нас с ним всё хорошо. Я так хотела эту семью, я так её выстраивала. И мне просто стрёмно сейчас рассказывать о том, что вот такая жопа происходила со мной всё это время. И я просто не хотела этим делиться. Мне было стыдно, мне было стрёмно и противно. Противно, что я в этой ситуации нахожусь. Сейчас я беру себя в руки, потому что у меня огромное счастье есть. У меня будет ребёнок. Это и есть счастье. Видимо, он был послан мне для того, чтобы родилась эта девочка на свет. Я её очень жду. Субтитры создавал DimaTorzok